Жизнь у монархов достаточно сложная. Я вот общался очень достаточно часто в последний год с монархами в различных частях света во время официальных визитов. И могу сказать, что их судьба меня не вдохновляет на то, чтобы повторять нечто подобное. Потому что жизнь тяжелая, она полна ограничений. Люди не принадлежат себе. И это их судьба. И это уже навсегда. Вот в этом смысле жизнь и судьба избранного руководителя государства, она, на мой взгляд, значительно лучше. Потому что она дает возможность и шанс человеку проявить себя в самом большом деле, в служении Родине. По максимуму. Но в то же время предоставляет возможность жить нормальной жизнью после исполнения служебных обязанностей, после завершения срока полномочий. Но в то же время всегда напоминает ему о том, что этот срок когда-то закончился. И, во-первых, нужно будет жить жизнью нормального человека. И нужно, чтобы, как у нас в свое время говорили, чтобы не было стыдно за прошлый год. И чтобы была возможность в новом своем положении, людям смело смотреть в глаза, не отводить глаза. И потом еще самое очень важное. Нужно понимать, что ты будешь жить как нормальный гражданин. И то, что ты сделаешь с государством сегодня, с обществом сегодня, с этим тебе придется столкнуться через несколько лет в качестве рядового гражданина. Это достаточно серьезный стимул для того, чтобы лишний раз задуматься при принятии решений. И не руководствоваться монархическими амбициями при принятии решений. Это серьезная вещь, которая составляет, наверное, суть преимущества демократии. И именно поэтому, ну не только поэтому, но в том числе и поэтому, демократии являются более жизнеспособными и более эффективными. Продолжение следует...